МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Старый Бобруйск имеет свой собственный характер и атмосферу. Прогулка по улицам старого города принесет вам немало впечатлений. Это не просто место, это вдохновение. Живое воплощение истории. Здесь можно увидеть здание с красивыми фасадами, украшенными колоннами, лепниной и другими декоративными элементами. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу Старый город. И я приглашаю вас совершить небольшой променад по его улицам. Кто дом построил и кто в нем жил? Мы отправляемся к зданию по адресу Комсомольская, 34. Бобруйчане, наверное, еще помнят, как проходили флюорографию в здании на Комсомольской улице в конце 90-х, 2000-х годах. Само здание по адресу Комсомольская, 34, с отрытой кирпичной кладкой, выглядело обветшавшим и не сильно привлекало внимание. Вот только двери, массивные двери с филенками, они, правда, брали на себя акцент. После капитального ремонта кирпич спрячется под плотным слоем штукатурки. И дом станет более нарядным, почти белоснежным. О хозяевах дома к началу 21 века никто ничего не знал. И все же в ходе поисков сотрудникам краеведческого музея удача улыбнулась. Удалось выяснить, кто дом построил и кто в нем жил. Все началось со свадьбы. В 1882 году Могилевский мещанин Михель Даревский женится на Бобруйской девушке Таубе и переезжает на новое место жительства. Здесь он покупает дом на Адамовской, сегодня это Комсомольской. Через 12 лет совместной жизни жена умирает, оставляя дочь. Через некоторое время Михель Даревский женится во второй раз и снова на Бобруйчанке. Фейге, дочери владельца кондитерской фабрики Вульфа Беленького. Отмечу, что он по-прежнему приписан к Могилеву, где проживают его родители. Михель Даревский занимается торговлей. На базарной площади была его бокалейная лавка и склады с товаром. Сухофрукты, сахар, чай, кофе, мука, крупы, пряности. После пожара 1902 года Михель Даревский строит одноэтажный каменный дом. И в 1913 году на Адамовской улице, в этом доме, открывается зубоврачебный кабинет доктора Бенедикта Львовича Гецова, а также его квартира. Рядом по соседству находится городская зубоврачебная амбулатория. В Бобруйске в это время работает всего 13 зубных врачей и дантистов. Из них 5 – женщин. Звание зубного врача получить было намного сложнее, чем стать дантистом. Нужно было два с половиной года учиться в зубоврачебной школе и после ее окончания сдать экзамен при медицинском факультете университета. Зубной врач в начале 20 века был специалистом широкого профиля. Он и лечил, и удалял, и протезировал. Причем зубной врач, тем более дантист, к категории врачей не относились. Однако профессия дантиста и зубного врача позволяла неплохо зарабатывать, ведь основными пациентами были люди состоятельные. Бенедикт Львович Гетцов был человеком демократических взглядов. Часть заработанных денег он тратил на благотворительность. Еще в начале 20 века он был среди организаторов средств на открытие публичной библиотеки имени Пушкина, которая размещалась тогда на углу Адамовской и Романовской улиц. Кроме того, он был председателем попечительского совета Еврейской народной библиотеки, размещавшейся на той же Адамовской улице. Сыновья Бенедикта Львовича учились в частной мужской гимназии. Дочь Анна ходила в женскую Алексеевскую гимназию, закончила Ленинградский университет, стала гидробиологом. Сын, старший Арон, стал биологом, а вот младший закончил не только Харьковский университет, юридический факультет, но и учился в Киевском коммерческом. После недолгого пребывания в Бавруйске в 1920 году Борис Гетцев уезжает в Австрию на учебу в Венский университет. Работая после завершения учебы в Бельгии, уже создав семью, Борис таскует по родным, живущим в это время в Ленинграде. Родителей уже не было в живых. Семья молодого ученого в 1934 году возвращается в СССР. Он работает в Центральном институте металлов, потом на заводе «Красный Октябрь». Но уже в 1938 году в один из ноябрьских дней Борис Бенедиктович Гетцев не вернется с работы. Только спустя много лет близкие узнают, что он был расстрелян по так называемому списку немецких шпионов. Сегодня потомки Бенедикта Львовича Гетцева живут в самых разных странах мира. Один из них, Леонид Борисович Гетцев, доктор технических наук, известный специалист в области прочности металлических материалов. Родившись в Бельгии, этот профессор с бавруйскими корнями отличается отменным чувством юмора, естественно, и большим кругом друзей. Старый город интересен своими неповторимыми домами. Они его душа и хранят в себе память о тех, кто был рожден и жил в них. Память о человеческих судьбах, о счастье и любви, о боли, об одиночестве и скуке. Все помнят стены этих домов. Каждая судьба оставляла на них свои отпечатки. И со временем дома обрели души. Я люблю Бобруйск. Я здесь живу с пяти лет. Ну, очень самобытный город. Много старого, чего сохранено. Очень зеленый город. И не любить тот город, в котором ты родился, это грех. Поэтому наш город самый лучший, самый уникальный, самый красивый, самый цветущий. Выросла я в этом городе. Поэтому я его очень люблю. Особенно вот старый город. За красоту, за чистоту. У нас здесь люди общительные, дружелюбные. Для меня, во-первых, этот город любимый, потому что я здесь вырос. У меня здесь друзья. Я нашел здесь свою семью, создал свою семью. Поэтому с детства для меня этот город особый, примечательный. Внешний облик старого города постепенно обновляется. Бобруйский краеведческий музей проводит масштабную исследовательскую работу для демонстрации туристического потенциала города на Березине. В планах – разработка специального экскурсионного маршрута по его историческому центру, мобильного приложения и QR-коды. Они помогут гостям города сориентироваться в потоке информации о каждом доме, который пронизан историко-культурной ценностью. Уважаемые друзья, если вы устали от привычного маршрута «Дом, работа, дом», то программа «Старый город» приглашает вас каждый понедельник совершить необычную прогулку. Мы очень постараемся буквально за несколько минут рассказать вам о нашем старом городе. Он точно хранит еще для вас пару нерассказанных легенд и нераскрытых тайн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok